А сейчас мы с Тамарой приготовим одно из самых любимых блюд целинников. Да и не только их, а вообще всех советских людей разных возрастов и профессий. Мало кто мог отказаться от этого блюда, потому что оно не только сытное, но еще и вкусное. Это тушеное мясо с картофелем. Итак, Тамара, с чего начнем? Ну, конечно, начнем с мяса. Поэтому вы берете кусочек мяса, нарезаете сначала поперек волокон на две части, а потом каждый кусочек еще разрежьте на четыре части, чтобы получились у нас крупные кусочки. Хорошо. А я тем временем займусь овощами. Лук необходимо нарезать долькой. Я сейчас начинаю мясо солить, перчить и выкладывать. А какие еще вторые блюда могли подавать на целине? Ну, конечно, в тех условиях питание должно было быть калорийным, содержать большое количество белка. Поэтому в основном это были блюда из мяса птицы, но два раза в неделю, либо в каких-то местах один раз в неделю, были равные дни. Мясо солим, перчим и выкладываем на раскаленную сковородку. Теперь мясо будем обжаривать вместе с луком 5-7 минут. Морковь порезали. Все добавляем. Добавляйте. Все вместе еще обжариваем минут 5-7, а потом добавляем картофель. Тамара, а можно было ли использовать в этом блюде тушенку? Конечно, особенно в таких полевых условиях, если либо был сбой в снабжении, конечно, тушенка была палочкой-выручалочкой и всегда использовали при приготовлении. А мясо можно было любое для этого блюда использовать? Конечно, это можно было использовать говядину, можно было использовать свинину, можно было использовать баранину и можно было использовать птицу. Сейчас я перемешаю. Вы можете добавить сюда картофель. Все вместе слегка обжарим, потом добавим бульончика и будем это тушить. Тамара, вот смотрите, я заметил, что вы посолили мясо и поперчили перед жаркой. А почему нельзя этого сделать в процессе приготовления? Ну, знаете, так принято, при приготовлении местных блюд и порционный кусок мяса, и мелкокусковый соль отперчат и выкладывают в раскаленную сковороду. Все-таки у нас это тушеное блюдо, поэтому мы добавим бульончика вот так вот, чтобы буквально одну треть продукта вскрывала. И будем тушить до готовности. И за пять минут до тушения мы доведем до вкуса. Горантируемся мы о готовности блюда по готовности картофеля? Ну да, мясо уже у нас практически готово, потому что мы его обжарили сначала само по себе, потом обжаривали с луком, с морковью, с картофелем. И это свинина. Свинина готовится быстро. После добавления бульона, сколько нам еще нужно тушить наше блюдо? Ну, знаете, мы довели до кипения и тушим на слабом огне минут 25-30. Добавляем соль, вы можете лавровый лист, перец, и можно горошком перец добавить. Лавровый лист, щепотку перца. Да-да-да-да. Давайте чуть-чуть. И горошком. Так, мы сейчас добавили специи, перемешиваем все. Все, пять минут и готово. Пять минут. Блюдо наше готовое. И будем профиционировать. Ну что ж, друзья, вот такое блюдо у нас получилось. Ароматное, питательное и наверняка понравится всей семье. Не забывайте старые советские рецепты и готовьте с удовольствием. Рецепт тушеного мяса с картофелем. Нарежьте мясо, посыпьте солью, перцем и обжарьте. Всыпьте измельченный лук и жарьте 5-7 минут. Затем добавьте морковь и жарьте еще 5 минут. Нарежьте картофель, соедините с мясом и обжарьте. Добавьте бульон и тушите 25-30 минут. Добавьте специи и прогревайте еще 5 минут. Продолжение следует...